Доброе утро! Всем привет! Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас я продолжаю из машины проводить урок. Сегодня последний день тренинга перед шаббатом. И находясь в дороге, все равно не надо пропускать урок Тора. Скажу, что это для меня очень важные эти уроки. И я верю... Знаете еще почему? Написано, что тот, кто помогает приблизиться к Богу другим людям, тому Бог не даст согрешить. Прямо так написано. Что если ты делаешь добро для людей, ну именно приближаешь к Богу, то как тогда Бог позволит тебе согрешить? И он такого человека ограждает, чтобы он не ошибался и так далее. И я, значит, очень сильно... Вот я и Яков Шатадин, я знаю точно. Мы очень сильно... У нас есть желание. Именно в Айкра мы и создали портал. Именно для того, чтобы... В Айкра и Возвал, чтобы давать возможность людям, которые хотят приблизить других к Богу, вызывать через интернет, через Фейсбук, через наш портал. И вот мы такие, как организаторы обучения Тори, скажем так. Да? Вот. Поэтому всем шалом. И даже в ситуации очень сложной в пути, я опаздываю, представляете, в 10 урок, а в 10 – начало тренинга. Я уже на тренинг опаздываю. Мой же тренинг. Мой же тренинг. Я же на него уже опаздываю. Сегодня пятый день тренинга бизнес-тренеров. Сегодня будет у них экзамен. Я буду выдавать дипломы. И, значит, я опаздываю. Но ничего страшного. Зато на урок Тора я не опоздал. Минута в минуту мы начали. Да, в 10.00. Но я сейчас буду коротко, потому что мы сейчас уже подъезжаем. Подъезжаем к месту проведения тренинга. Поэтому я сегодня коротко. И Мишна сегодня очень короткая и странная. Тоже она непонятная Мишна. Многим комментаторам она непонятная. Потому что Мишна это сказал Шмуэль Акатан. Был такой великий мудрец, звали его Шмуэль Малентий. Но это не потому, что он был маленького роста. Шмуэль Акатан его называют Шмуэль Малентий, потому что все в этом мире относительно. И он был Малентий относительно пророка Шмуэля, который вообще был... Говорят, что пророк Шмуэль был по уровню... Он даже больше, чем Машер Абейну. То есть он был вообще там... Ну, величайший человек близости к Богу. И Шмуэль, который был тоже великий мудрец, праведник. Его назвали Малентий, чтобы не путать его со Шмуэлем большим. Но относительно всех остальных он был огромный. То есть все в этом мире относительно. Когда ты меряешь что-то, то надо понять, относительно чего ты это меряешь. И все мы относительно кого-то старые, относительно кого-то молодые, относительно кого-то бедные, относительно кого-то богатые, относительно кого-то здоровые, относительно кого-то больные, относительно кого-то счастливые, и относительно кого-то несчастные. И вот здесь как бы очень важно, самый важный параметр, это как человек сам себя оценивает. Насколько он в своих глазах как принимает какую-то общественную систему координат. Потому что я, например, считаю, что у нас, например, в компании, где я работаю, моя компания, можно сказать, я в ней работаю, но и моя компания, у нас очень высокие зарплаты, намного выше, чем в Индии. То есть вообще по индийским меркам у нас невероятно высокие зарплаты, а по меркам Швейцарии невероятно низкие, да, то есть мы же не в Швейцарии и не в Индии. Вот так. Значит, человек, он живет в мире относительном, и поэтому Шмуэля Катан, он был маленький Шмуэль, относительно Шмуэля Большого только. Теперь, и он говорил, и здесь идет вся Мишна, это отрывок из притчи царя Соломона. То есть Мишли это письменная тора, притчи царя Соломона мы уже закончили изучать эту уникальную, удивительную книгу. И, значит, в этой книге, в притчах есть отрывок, то есть это письменная тора, это не устная тора. То, что мы сейчас изучаем, перте, вот, это устная тора, это то, что мудрецы говорили, передавали из уст в уста на протяжении поколений, а потом записали 2000 лет назад. А письменная тора записали 3000 лет назад, то есть царь Соломон жил, ну не три, где-то, 2800 лет назад. Но почему-то здесь, по учению отцов, перте, вот, Шмуэль Акатан говорит и повторяется полностью отрывок из Мишли, из притчи. Значит, как выходят комментаторы из этого противоречия, то есть тут устная тора, а он приводит отрывок, еще раз, эту вещь, вот, которую сейчас Шмуэль скажет, это сказал не он, это сказал царь Соломон. Почему же тогда здесь написано Шмуэль Малентис сказал, и приводится, что сказал царь Соломон. Я вам сейчас объясню, но давайте посмотрим, что он сказал, царь Соломон. Он сказал следующую вещь в Мишли, именно в притчах, это глава 24, он сказал так, когда упадет враг твой, не радуйся. Очень странное начало такое, да, когда враг твой упадет, не радуйся. И когда споткнется он, пусть не ликует твое сердце. Тут мы сейчас разберем, в чем разница между радостью и ликованием сердца. Почему это нельзя делать, он продолжает. Пен Иреа Шем. Может быть, увидит Бог. Может быть, не факт, но может быть. То есть есть такая опасность. Увидит Бог. Вера Беенав. Это будет плохо в его глазах, в глазах Бога, что ты радуешься и ликуешь. И он от него уберет свой гнев. То есть получается, интересная такая, у нас здесь прям загадка, какая-то вообще, этот самый, знаете, загадка, как это называется, квест. Первый вопрос. Почему Шмуэля Катан, маленький Шмуэль, сказал отрывок из царя Соломона, и нам в Пертьевод это внесли? То есть очень странно. Да, то есть должно было быть написано, Шмуэля Катан повторил то, что написано в Мишли. Почему написано, что он это говорил? Второй вопрос. Почему сам текст, вот этот вот месседж, он не понятен? То есть в нем сказано, что когда упадет твой враг, то есть он упал полностью, пусть не радуйся, не радуйся. И когда он споткнется, пусть не ликует твое сердце. Значит, почему? Может быть, увидит Бог, и это будет плохо в его глазах, и он от него отвернет твой гнев. Значит, первое, когда написано враг, понятно, что речь идет о враге, который именно злодей какой-то, который делает злодейство и так далее. То есть это враг. И когда он упал, понятное дело, что человеку естественно радоваться, да, когда Это естественно, да, когда враг упал, радоваться. Теперь, но когда он споткнулся, он же еще не упал. Когда он споткнулся, он может тогда встать же еще, это он только начал спотыкаться. А у тебя уже ликование сердца, это больше, чем радость. То есть есть радость, это спокойная радость. Спокойная радость. Значит, радость, это спокойная радость. И когда ты спокойно радуешься, когда упал твой враг, говорит нам царь Соломон, велика своей мудрости, что из-за твоей радости Бог может от него свою гнев убрать и направить на тебя. Сейчас мы узнаем, почему. Почему. Теперь, но если он еще только споткнулся, а ты уже ликуешь, ликуешь, это у тебя идет сильнее, чем просто радость, то есть идет взрыв такой, ааа, там класс, вообще так тебе и надо, то это еще хуже, потому что он же еще не упал. То есть ситуация шаткая, ситуация шаткая. В этом мире есть, ну, есть ситуация, которая уже точная, да, вот он упал. А есть ситуация шаткая, когда он еще не упал. Теперь все в этом мире имеет духовные корни. То есть ситуация в физическом мире это следствие, это следствие того, что уже произошло или сейчас происходит в духовном мире. Это очень легко доказать, это прям можно доказать, что жизнь сегодня, каждого из нас, вот сегодняшний день, это следствие того, что происходило в духовном мире каждого из нас вчера. Вчера, позавчера, месяц назад, год назад. То есть человек мечтает, человек планирует свою жизнь. Человек, когда он мечтает о чем-то и планирует свою жизнь, он начинает действовать. Он начинает действовать. Например, человек в детстве мечтал стать там архитектором. Он начинает учиться, начинает действовать, поступает в институт. Потом цепочка его действий приводит его к тому, что он получает диплом архитектора. То есть получается, что его мечта стать архитектором, она в итоге привела его к диплому архитектора. Понятно? То есть в жизни каждого из нас сегодняшний день это следствие того, о чем мы думали и мечтали вчера. То есть сегодняшняя реальность это следствие духовной реальности вчера, потому что мысли это больше духовная реальность, то есть это не материально, это просто человек мечтает, думает и потом его мысли и мечты они воплощаются в какие-то действия или даже опасения могут воплощаться в какие-то действия, не обязательно это мечты. Например, человек боится, что его побьют, ну, к примеру, он боится, что его побьют физически, значит, что он начинает делать? Он начинает тренироваться, он начинает ходить на карате, он не выходит из дома вечером и так далее, то есть или мечты, или страхи, но в любом случае эта духовная реальность приводит к каким-то материальным изменениям, то есть понятно. Значит, теперь давайте вернемся к Мишне. Говорил Шмуэля Катан, и приводятся слова царя Соломона, да, это письменная тора. Комментаторы это объясняют так, что, естественно, и Шмуэля Катан, и все остальные знали, что это сказал царь Соломон. А почему это в устной торе здесь, в перте, вот, по учению отцов? Потому что Шмуэля Катан это говорил каждый день всем, то есть это было то, что было привычно в его рте. Например, мы же все, ну, не все многие учили Мишли, у нас есть уротина Ваикра Мишли, мы год изучали притчи царя Соломона. Я этот отрывок знал, и вы, и те, кто изучали, его слышали, но нельзя сказать, что мы его вспоминали каждый день. Я, например, его последних там пару месяцев ни разу не вспоминал. А Шмуэля Катан, видя, что это настолько частая вещь, когда люди злорадствуют, когда люди радуются злу, ну, тому плохому, что происходит с их там друзьями, ну, не друзьями, соседями, врагами и так далее, то Шмуэля Катан это говорил вслух каждый день и каждому. То есть это была фраза, которая была у него во рту постоянно, и поэтому это приведено в устной торе, потому что он не просто читал это в письменной торе у царя Соломона в притчах. Он это говорил, поэтому написано, Шмуэля Катан говорил, когда упадет твой враг, пусть не радуется твое сердце, пусть не радуйся. И когда он споткнется, пусть не ликует твое сердце, может быть, он говорит, это не факт, потому что бывает, что твой враг, он делает реальные преступления, и то, что ты радуешься, никак не изменит его приговор, вообще абсолютно не изменит. Но, но, твою ситуацию изменить может. Каждая твоя мысль, особенно сейчас мы находимся перед Рошашана, перед днем суда, и день суда, это не то, что Бог судит человека как-то строго и всех одинаково, нет. В этот день Бог проверяет каждого из нас, и получается, человек сам себе делает приговор на будущий год, своими оценками других. То есть, то, как ты судишь других, судят тебя, твоими мыслями о жизни, о мире, о своих шансах, твоими мечтами, твоими целями, все это вместе просто просвечивается и учитывается, и Бог тебе дает максимально адекватный твоему состоянию и твоему внутреннему миру. Мы называем это приговор, но я бы сказал, что Бог, он просто ставит печать, так это и называется, ставит печать. Кого-то в книгу жизни, это человек, который прикреплен к жизни, прикреплен к Тори, прикреплен к Богу, прикреплен к духовности, он даже, если тело умирает, он живой. Кому-то он ставит печать, это в книгу смерти. Человек бывает при жизни, он с виду живой, а он внутри мертвый, то есть, у него нет никакой духовности, никакой связи с добром, с Богом и так далее. То есть, но это не Бог судит человека, это человек судит себя сам, своими поступками, своими мыслями, своими оценками окружающих. Поэтому, сказал нам Шмуэля Катан, он говорит, когда ты видишь, что твой враг упал, пусть не радуется твое сердце, лучше радуйся своим успехам, лучше радуйся своим каким-то позитивным событиям и так далее. Почему? Потому что, вот смотрите, например, человек видит, как его враг упал, его враг сделал что-то плохое, и человек сильно радуется, говорит, а, так тебе и надо, вот за такие поступки, вот именно так и надо, чтобы так оно и было. А у него у самого в запасе таких поступков с десяток. И он, когда врага своего оценил вот так, в этот момент Бог как бы поворачивается к нему, ну, он внутри, да, Бог не поворачивается, Бог везде, Бог в душе. И Бог говорит, ну, не Васенька, а там, я не знаю, как, там, Рювен там какой-нибудь, или еще кто-то, или там, Рома. Он говорит, ты сейчас только что себя же судил. Ты когда радуешься, что твой враг, вот так с ним плохо, а за что? За то, что он тебя обманул. Он же твой враг, он тебя обманул. А ты-то сколько людей обманул. Так ты радуйся, что так надо поступать с теми, кто обманывает. Ну, сейчас тогда мы с тобой так же поступим. На небе, ну, там же честно все на небе, да? То есть, мера-то, ты сам устанавливаешь меру, как судить других. Теперь твой враг, он только споткнулся. И ты ликуешь, класс, он еще не упал, но классно ему, даже вот уже пошло-пошло. В этот момент ты же можешь на себя это, не дай Бог, навернуть. Поэтому будьте очень снисходительны ко всем, да? То есть, с врагом Богу виднее, он на небе... Ну, хотя даже, знаешь как? Интересно, в Торе приводится пример, когда Сара сказала Аврааму, пусть Бог нас рассудит, и все. То есть, она, она хотела, чтобы... ну, она думала, что она права в этой ситуации на сто процентов. Но она, когда призывает Бога, чтобы Бог начал судить, то он же не только начнет Авраама судить, он же и Сару начнет судить. То есть, когда ты призываешь меру суда и говоришь Богу, суди, суди его, суди его строго, нет такого, что Бог его будет судить строго, а тебя не будет судить строго. Бог будет всех судить одинаково. Именно не всех судить одинаково, нет. Он будет тебя судить так, как ты призываешь Бога судить других. Понятно, да? Да, вот это та же самая история. Поэтому нас предупредил Шмейля Катан, и давайте он нас вовремя предупредил перед Рошашана, что не радуйся тому, как упал твой враг, а когда он споткнулся, не ликуй, потому что Бог, может быть, от него отвернется и повернет на тебя твой гнев. И все, и ты, зачем тебе это надо? То есть, Бог, даже это твой враг, то ты все равно проси Бога. Есть интересная, в Талмуде есть интересная история, как был один мудрец, по-моему, Рабиушуа Бен Леви его звали, и у него был в поселении человек, который его очень сильно, как сказать, в то время уже появилось, пошло расхождение между христианством и иудаизмом, и пошло еще одно расхождение, в иудаизме пошло расхождение между теми, кто признавал устную Тору и не признавал устную Тору. То есть, были такие, которые говорили, караимы они назывались, значит, письменную Тору мы признаем, а устную Тору мы не признаем. И они, естественно, они, ну, много всего облегчали, и все. И был у Рабиушуа Бен Леви в поселении был тот, кто его, по-моему, или его Мин называли, измене, кто-то изменял Тору. Это относилось больше к христианам, которые начали менять Тору. Хотя основатель христианства, он сказал, что я пришел не отменить закон, а его устрожить, но его последователи уже и отменяли, и устрожали, и изменяли, и так далее. То есть, они, в принципе, тот закон, который даже сам основатель христианства, он соблюдал, да, закон, он молился, он одевал тфелин, он был обрезанный, и так далее. То есть, они все это поотменяли, хотя он это отменять не собирался. И, значит, в общем, Рабиушуа Бен Леви написано, что был в его поселении кто-то, кто его очень сильно вот этим вот досаждал. То есть, какой-то грешник, который, ну, в общем, на него нападал. И он, значит, он знал, был момент дня, есть момент дня, когда Бог гневается. То есть, есть такой специальный момент, когда в системе мироздания включено качество гнева. И тот, кто знает этот момент, если в этот момент человека проклясть, то в этот момент это проклятие, оно прям, как стрела пробивает реальность, и человека уничтожает это проклятие. И вот этот вот Рабиушуа Бен Леви, он, значит, ждал этого момента, чтобы проклясть вот этого своего врага, чтобы его уничтожить. И, значит, он, а этот момент можно вычислить по изменениям в гребешке у петуха. То есть, в этот момент у петуха, если наблюдать за его гребешком, происходит специальное изменение какое-то. И можно это мгновение по гребешку этого петуха вычислить. И, значит, так, в этот момент, если успеть проклясть кого-то, то есть мыслю вот так вот, то, значит, человека уничтожает. И он ждал, он привязал этого петуха к ножкам кровати, и внимательно на него смотрел, смотрел, смотрел на этого петуха, и уснул. И он уснул. Значит, проснулся он и сделал вывод. Есть, говорит, такой, по-моему, в псалмах есть такой отрывок, что цадику, праведнику, нехорошо цадику наказывать. То есть, что если ты праведник, то ты не можешь, чтобы через тебя шло зло в мир, вообще никак. То есть, даже у тебя есть основания и так далее, но если ты праведник, то не будь строже, чем Бог. Бог сам знает, что в этом мире делать. И он из этого сделал такой вывод, он из этого сделал такой вывод, что нехорошо ему, так как он себя считал праведником, нехорошо праведнику наказывать, даже злодея. И его, по-моему, жена, она ему привела еще один отрывок из, то ли из псалмов, то ли из Мишли. Там, ну, идея была такая. Сказано, пусть исчезнут грешники. Но если по-другому чуть-чуть поставить огласовки, то можно сказать, что не пусть исчезнут грешники, а пусть исчезнут грехи. То есть, нужно молиться, нужно молиться, чтобы грешники исправились. И он начал молиться за этого человека, чтобы он исправился, и человек исправился. Теперь, то есть, это нам всем урок, что если ты хочешь, чтобы твой враг, он исправился, исчез, как бы, да? То есть, два варианта. Или ты радуйся, что враг исчезает, или ты молишься за то, что он исправляется. Понятно, да? Хорошо. Все, дорогие друзья, значит, урок, который я провел, слава богу. То есть, я считаю, что очень важно, мы сейчас сделали вещь. Наблюдать за природой и понимать из природы качество Всевышнего, это никак не похоже на идолопоклонство. То есть, мы знаем, что там есть с восходом солнца, кто молится, да, с первым лучом солнца, то это лучшее время для молитвы. То есть, есть внешние признаки в мироздании, которые нам показывают, которые нам показывают, ну, что происходит в мироздании. И там луч солнца первый, это там начало, начало нового дня, хорошо молиться. Когда есть момент гнева, в этот момент гнева хорошо проклинать. Ну, не хорошо проклинать, а оно хорошо работает, да? В общем, те, кто знающие люди, они знают, как работает мироздание, и знают, и как молиться, и так далее. То есть, стора, это как раз знать, как работает мироздание от создателя мироздания. Сегодняшний вывод из сегодняшнего урока, что надо воспринимать мир... То есть, каждый человек получает свой мир, это следствие своего восприятия мира. То есть, мои мечты, мои оценки, мои осуждения или мои неосуждения, они формируют вначале мой внутренний мир, а потом через этот внутренний мир формируются события во внешнем мире. Так вот, сегодня нам Шмуля Катан дал очень хороший совет, как надо относиться к падениям или к спотыканиям врагов. То есть, не надо радоваться, потому что радость в этом случае, в этом случае она ухудшает твое же собственное положение и никак не улучшает его. Вот такой вот можно вывод сделать из сегодняшнего урока. Все, желаю всем прекрасного дня, шаббат, шалом, и подойти хорошо к Роша Шана в состоянии полного внутреннего раскаяния, очищения, прощения. То есть, тот, кто простил всех, тому Бог простит, естественно. Все. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего дня.